Олег Габон пятый, Алексей Павленко капитан команды шестой, Андрей Козенев одиннадцатый, Владимир Раскин пятнадцатый, Никита Чайковский девятнадцатый И еще один галкипер Денис Паркоменко, Дмитрий Нежлев, главный тренер команды Спартак И вот-вот игра начнется, но для начала давайте вспомним историю Кристаллы Спартака 25 матчей команды друг с другом сыграли, преимущество у Кристалла довольно ощутимое, 20 побед одержала команду из Санкт-Петербурга 5 у москвичей, ну и конечно же надо вспомнить прошлый сезон, когда эти команды играли в финале Суперфинала Чемпионат России И в финале Кубка России все это происходило как раз в сентябре И в Суперфинале Кристалл оказался сильнее 6-5, а в Кубке России 5-4 Также Кристалл минимальные победы команды из Санкт-Петербурга Ну и конечно же Спартак хочет взять реванш в этом сезоне Были две равные встречи 5-5 и 4-4 И решалось только в серии пенальти, кто сильнее в первой игре Спартаковцы по пенальти выиграли 3-2, во второй Кристалл 3-1 Ну и теперь в полуфинале Кубка России 2020 года играют Кристалл из Санкт-Петербурга И Спартак из Москвы и с удовольствием за большим интересом последим за тем, кто же сегодня окажется сильнее В другом полуфинале встретятся команды ЦСКА и Кронштадт-Променад И для них это уже успех, а то, что какая-то из команд выйдет в финал и вовсе будет большое достижение Ну а Кристалл и Спартак, понятно, это такой уже своеобразный финал Правда вчера, откровенно говоря, уже один финал в четвертьфинале мы с вами посмотрели Спартак и Локомотив выдали голевую феерию и лихой закрученный сюжет Локомотив в концовке вел 6-4, Спартаковцы забили три мяча, вышли вперед 7-6 Потом уже на последней минуте Локомотив сравнивает 7-7 и все-таки Спартак вырывает победу На последних секундах 8-7, отличный был матч, но то было вчера А сегодня у нас Кристалл и Спартак К вашему вниманию начали спартаковцы, естественно, есть поддержка и у санкт-петербургцев, и у москвичей Расположились на трибунах болельщики в оранжевых цветах и в красно-белых Ну и плюс ко всему удобно, уже выходные, суббота и также хорошая погода в Москве, так что почему бы не последить за игрой прямо с трибуны Падение, падение Ремезова, но в этом эпизоде арбитр не фиксирует фулл Правда, немало сегодня матчей для спартаковцев в других видах спорта, поэтому поддержка возможной рассредоточена Но пляжный футбол это особый вид спорта, особые чувства И, конечно же, многие направили внимание сюда Ну а кто не смог на стадион, приехать смотрят трансляцию И я вас призываю делиться своими впечатлениями по ходу игры И за 33 секунды до финальной середины Федор Женцов пока на себя подверг Отправить все поворотки В сетх-восемь сетх-восемь Ушкарен назад на Баженова Ну и как раз нейтральные болельщики, как месье Курабье За красивую игру действительно получить наслаждение от матча От игроков высокого уровня Чушков Мяч подбивает немного вперед и пробивает точно в цель 1-0 в пользу Кристалла Все начинается с гола Галкипера санкт-петербургцев Минуту из сорок сыграли команды И вот уже 1-0 в пользу Кристалла Ну и как не раз уже напоминал во время игр Кристалла Олег Богачев Комментатор здесь на трибунах Лучший-лучший галкипер прошлого года Максим Чушков Лучший галкипер мира Забивает ворота Спартака Папортный назад на Чушкова Перевод Здесь Чайковский Назад отыгрывает с Баженовым Посмотрим Быть может галкипер Спартака Баженов Решится тоже пробить поворотом Сегодня есть опция У спартаковцев еще одна Прекрасная Денис Пархоменко Который уж точно поворотом классно стреляет Ну а здесь Выручает Баженов Переводит мяч на угловой Маурисини Подает Под удар Папортному Показывает На руку Гапона Но арбитры Только лишь угловой В этом эпизоде назначают Шишин Павленко просто Выбивает мяч В сторону ворот Чушкова Который Подбирает Дальше на Маурисини И руководит Галкипер Кристалла Как именно Дальше Сделать И делает Очень даже Неплохую передачу На Папортного Тот едва Не переиграл Баженова И видно Что сразу С первых минут Кристалла Решил Показать Себя во всей Красе Нацеленные На ворота И уже Счет открыли Не могли Еще забить Ворот Спартака Пока у красно-белых Особо моментов Не наблюдаем Но зато Включается Включается Поддержка И появляется Все больше Зрителей По ходу Уже первого Периода Перевод Здесь Чушков Добирается До мяча И длинную На Бриштеля Но Макаров Опередил Краша Баженов На песок Опустил Отдал передачу Четвертому номеру Спартака Макаров Против него Бриштель Смотрит Алексей Что сделать Назад На вратаря Баженов Краш Датиня Датиня Который был вчера В матче с Дельтой Очень полезен Первые два мяча На счету Десятого номера Команды Кристалл Но и после этого В обороне Отрабатывал здорово И помог Санкт-Петербуржцам Переиграть Дельту Но и Кристалл Пока во всех матчах Саратовской командой Побеждает А их было 19 Впрочем И со Спартаком Тоже статистика Более чем уверенная Но все же Спартаковцы Иногда обыгрывают Кристаллы Сегодня естественно Хотят Одержать шестую победу Над оранжевыми Чешков Играет С Крашем И под удар В этом эпизоде Даже Родриго Угловой флажок Немного помял Баженов Но угловой флажок На место поставил Алексей Квашнин Один из организаторов И между прочим Тренер Металиста Команды Которая вчера Билась Кронштадт Променад За попадание Полуфинал Но не получилось Шкарин Неплохо Неплохо пробивает Но выше цели Чешков Ближе Ближе Родриго И Завершил передачу Крашенинникова Девятый номер Команды Кристалл Сарыш До Коста Родриго 2-0 И Спартаку Нужно придумывать Здесь и сейчас И тут же Последовал удар От капитана Павленко Проверил Чешкова Но на месте На месте вратарь Кристалла Делает перевод И вновь Оранжевый Неплохо Атакует И 3-0 Да Вот это Игра Кристалла Маурисини И Бристель Связочка Которая Сработала Сейчас Эти ребята Не показали Как На групповом этапе Немного Побоксировали Ну а теперь В воротах Появляется У Спартака Все же Денис Пархоменко Старт не удался Красно-белым 0-3 В середине Первого периода Но естественно Будет Еще немало Моментов У Спартака На то чтобы Себя показать Отличиться Но все равно Начало конечно Впечатляющее Со стороны Санкт-Петербургцев Но вчера Тоже Спартаковцы Долго проигрывали И проигрывали Казалось бы Без Особых шансов На успех Однако смогли Игру выиграть Смогли Выйти В полуфинал Я напомню Была Вновь Слепая Шеребьевка И вот такой Матч нам Она предоставила Павленко Но здесь уже В обороне Отрабатывает Кристалл Нарушение правил И будет Папортный Пробивать Штрафной За 4 минуты И 38 секунд До завершения Первого периода Ну и конечно же Трибуны Поддерживающий Кристал Что называется В экстазе Очень довольны Развитием Событий Понятное дело Кристалл Очень хочется В этом сезоне В России Выиграть Что там С чемпионатом России не получилось Но теперь Кубок России Остается В Европе Победа была На Евровинерс Кап Маурисини Перевод на Бриштеля Бриштель Назад Чешков Шишин Ну не все Конечно получается В атаке У Кристалла Иногда И передача Не доходит Пархоменко Денис Вчера отсутствовал Из-за удаления В заключительном матче Группового этапа Но сейчас Пархоменко На песке Мяч переводит Налево Принимает На грудь Немного Почеканил Пожонглировал Но сейчас Надо почувствовать Мяч Спартаковцам Искать моменты Павленко Перевод на Пархоменко Пархоменко Решил пробить Все-таки Поворотом Но Не получилось Точно Родриго Бриштель Бриштель Пытается Мяч сохранить Естественно Чайковский Отобрать его Восьмого номера Кристалла Родриго На песке И апеллирует К арбитрам Но суди Не Реагирует В этом эпизоде Ну и вообще Надо сказать Не так много Остановок Не так много Пауз Угловой Сейчас Спартаковцы Подадут Сделают Это Шкарин Шкарин Который как раз Своим таймаутом Вчера в матче С Локомотивом Во многом И перевернул Ход матча После этого Спартаковцам Удалось Уйти С 4-6 На победный Результат Пархоменко Продвигается Немного Вперед Против него Родриго Перевод На Шкарина Шкарин Дальше В направлении Земского Но до Земского Не доходит Никак Мяч пока А Шишин Забивает Родриго Передача Тончная Шишин Завершение Идеальный Период Для Кристалла 4-0 За 2 минуты 30 До завершения И подбадривают Друг друга Игроки Санкт-Петербуржцев Давай-давай Надо продолжать В том же духе Останавливаться Ни в коем случае Нельзя Поскольку Понятное дело Спартак Команда опытная И Знает Как Вернуться Но Но Будет это сделать Крайне тяжело Земсков заряжает Через себя Для Земского На этой неделе Много приятных событий Было И 200-й матч За Спартак И У дочки Четвертый День рождения При этом Вчера Четыре мяча Забил И как признался Потом в интервью Друг поздравил После игры И сказал У тебя получилось За каждый годик По голу И Такое действительно Сравнение Приятное Но пока Не очень приятная Ситуация Для Спартака В игре С Кристаллом 0-4 И это Только лишь Первый период Это конечно Еще Дает шансы На Изменение Ситуации Но надо Стараться Как-то Менять ее Здесь и сейчас Поскольку У Кристалла Летит Очень хорошо И комбинации Проходят Самое главное Классно играет Команда в пас И здесь Надо выделить В первую очередь Команду Отрабатывают Все Чушков Пробивает Который как раз Начал своим Точным ударом Этот победный Период Для Кристалла Угловой Оранжевый Подадут Сделает это Краш По сигналу Арбитр Говорит И Крашников Подает Родриго Мяч Получает Но Пробить Сразу Не получилось Краш Против него Павленко Сошлись Два капитана В противоборстве Краш вынужден Был назад Отойти Откинул мяч Чушкову У нас уже Последняя минута Первого периода Пошла Чушков Перевод Оттини Назад Но сейчас Просто контролирует Кристалл Ситуацию И ждут Пока Спартаковцы Будут выдвигаться Чтобы продвинуть Мяч Вперед Чушков Накраша Чушков Мяч На песок Опускает Есть еще Секунды Решил Сам Пробить Пархоменко Надо поспешить Можно провести Одну атаку Красно-белым Мяч У Пархоменко Тот Продвинул Неплохо Пробил Поворотом Но не попал Точно в цель И на этом Завершается Первый период 4-0 Кристалл Впереди Немного отдохнем 4-0 Поза Петербурга Продолжение следует... 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 Прикладывается выше цели. Но опять же атаку проводит Кристалл. И во втором периоде команда уже один мяч забила. Добавила к четырем в первом Пархоменко. На него Жариков выдвигался. Спартаковцы пытаются мяч продвинуть вперед. Но Жариков здесь даже перехватывает и зарабатывает. Штрафной пробьет. 18 номер Кристалла за 8 минут и 4 секунды до завершения второго периода. Да, вот так вот. Отыгрывает Кристалл сегодня. И месье Курабьем в чате написал. Не узнаю Спартак. Но здесь надо сказать... Здесь надо сказать, что... Кристалл мы узнаем. Скорее так будет правильно. Настоящий Кристалл сегодня на песке. И удается многое ребятам в оранжевой форме. Пархоменко. Перевод на Чайковского. Назад на первый номер Спартаковцев. Здесь Раскин. Перевод дальше. Павленко. Ну и да, приходится из таких положений, из таких дистанций пробивать по воротам, складываться. А дальше-то не получается продвинуться. Кристалл не дает. Не дает Спартаку играть с мячом. Еще один момент. Пожалуйста. Да, остается только падать на песок. Пробивает Шишин. Ну и автогол случился от Гапона. Несчастный случай для Спартака. 6-0 в пользу Кристалла. Если уж залетает, то залетает все. Сегодня у Санкт-Петербургцев. И 6-0. Уже, можно сказать, один сет отыграли команды. Чашков накрывает. Мауре Синья. Мауре Синья. Здесь еще и Макарова обыгрывает. Двинулся назад, потом вперед. И фолл заработал. Пробьет 33-й номер. Санкт-Петербургцев. За 6 минуты 52 секунды до завершения. Чашков подбежал к Мауре Синьям. Что-то сказал. Посмотрим, как сейчас Кристалл распорядится этим моментом. Заряжает выше цели Мауре Синья. Ну, а сейчас на скамейке Кристалла Анджела Шеверинца разговаривает с Родригом. Плюс дал команду Елинскому. Разминаться Пархоменко. Пархоменко забивает. Отыгрывает. Один мяч. Денис Пархоменко. Голкипер команды Спартак. Ну что, середина второго периода у нас. Середина матча и первый гол Спартака. Ну что, быть может, половина была, не говорит, за Кристаллом. Половина за Спартаком. Красно-белые попробуют это сотворить. Погоня, погоня за санкт-петербуржцами. Макаров, Шкарин. Не получился удар. Чушков показывает, что будет предпринимать. Перевод на Бриштеля. Тут назад на вратаря Кристалла. Вновь Чушков. Бриштель принимает, обрабатывает. И назад вратарю. Датиния. Чушков выдвинулся на игроков Спартака. Макаров перехитрил голкипера. Но уже не получилось мяч поднять и послать прямо в ворота. Ну а здесь шикарно подсекает Жариков. И точно в цель. Классно выдвинулся. Выставил ногу. И 7-1. Да, как раз спартаковцы могли воспользоваться ситуацией. Забить второй гол. И немного, по крайней мере, изменить ситуацию на песке. Но в важнейшем моменте Жариков забивает. И забивает красиво. 7-1. Пользу Кристалла. Вновь разница в 6 голов. Чайковский. Из-за боковой. И не доходит передача до Павленко. Здесь Жариков на мяч выдвинулся. Но в результате правило нарушил. И капитан Спартака пробьет штрафной. За 5.28 до завершения второго периода. Миссия Гурабье. Все залетает у Кристалла сегодня. Но Кристалл все для этого делает, чтобы залетало. И опять же, как Жариков здорово выдвинулся и пробил. Так что надо только похвалить 18-го номера Кристалла, который в классном эпизоде разобрался и решил его. Ну а сейчас штрафной для капитана Спартака Павленко. Попробует с центра переиграть Чешкова. Павленко. Или Чешков. Нет, Чешков намертво забирает мяч. Тут же передает вперед на Жарикова. Тот поднимает. На Датинья. Назад вратарю. Чешков. Много приходится сегодня играть в 21-м номеру Кристалла. И действует классно. Датинья. Опять же, Чешков. Делает перевод на Родриго. Тот назад вратарю. Датинья. Чешков. Краш. Назад. Датинья. Перевод под удар. И выше цели. Пробивает Родриго. Пархоменко. Пархоменко. Денис. Перевод на Павленко. Капитан пробивает по воротам. Опять же, приходится из дальних дистанций тоже пробовать. Датинья. Назад на Краша. Чешков. Датинь. Назад на Чешкова. Спокойно сейчас. Кристалл даже особо и не атакуя. Просто владеет мячом. Перепасовывается. Играет через Чешкова. Прекрасно себя чувствует. Такой счет 7-1 был однажды зафиксирован в матче Кристалла и Спартака в чемпионате России 2017 года. Но тогда он был зафиксирован после финального свистка. А здесь еще играть и играть. Родриго едва не перехватил в том эпизоде мяч Котов, Жариков. Ну а вообще, еще Жариков дам, пожалуйста. 8-1. 8-1. Как раз хотел вспомнить, опять же, предыдущие игры. Кристалл один раз ворот Спартака уже в чемпионате России 2018-го забивал 8. Но тогда команда пропустила 4. Так что сегодня может Кристалл даже рекорд поставить в играх со Спартаком. Еще ни разу команда не забивала 9 раз. Да и разница, разница. 8-1 плюс 7. Такого не было в матчах Кристалл и Спартака. Поэтому очень интересно, как закончится игра. Но у нас второй период сейчас. Чайковский подает угловой. Перевод снимает вверх Бриштель. Котенев назад на Пархоминг. И получается, что первый период завершил со счетом 4-0. Второй пока 4-1. Подавляющее, конечно, преимущество Кристалла. Пархоминка. Переводит на Чайковского. Вновь Пархоминка. Раскин. Маурисинья. Бриштель. И углового нет в этом эпизоде. Хотя не согласен белорусский легионер Кристалла. Раскин. И вновь Пархоминка. Пришли так аккуратно. Продвигался на вратаре. Спартака. Денис с мячом. Перевод на Чайковского. Гапон. Раскин. Через себя. Неплохо. Мяч летел. Довольно красиво. Чайков играет с Шишиным. Ну и практически без пауз у нас игра. Без остановок. Ну и особо в таком матче понятно фалить не будет. Кристалл. Ну а Спартак пытается конечно мяч отобрать. Но Кристалл здорово играет в пасы. И сделать это очень непросто. Маурисинья пробивает. Пархоминка на месте. У нас уже последняя минута второго периода идет Пархоминка. Перевод на Чайковского. Тот назад на вратаря Спартака. Ну и что же дальше? Раскин делает скидку. Но Папортный снимает центр. Штрафной в этом эпизоде. Пархоминка. Раскин. Чешков. Добивание. На песке. Земсков. Но можно, можно продолжать игру. Чешков с Маурисинья. Последние секунды второго периода. Маурисинья обыгрывает Раскина. И на этом завершается. Второй период. 8-1. Впереди Кристалл. Небольшая пауза перед третьей двенадцатой минуткой. Ольга. Ольга. Продолжение следует. Ольга. 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 oline. Ольга. Продолжение следует... 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 Получается неточным. Шкарин из-за боковой. Пархоменко на Макарова. Макаров назад. Бриштель-Шишин. Шишин на Бриштеле. Бриштель забивает. Опять легко, элегантно, красиво играет Кристалл. Забивает девятый мяч ворот Спартака в каждом из переводов Кристалл. Забивает и Бриштель. Бриштель таким образом оформляет хитрик. Ну и давайте вспомним авторов мячей сегодня у Кристалла. Один гол от Чушкова. Один гол от Родриго. Один гол от Шишина. Чушков отбивает. Один гол от Гапона. Автогол дубль Жарикова и хитрик Бриштеля. У Спартака же забивает помимо Пархоменко Гапон. Сегодня Олег Гапон отправил мяч в свои ворота. Ну а теперь переправляет его в Чужие. 9-2. Счет становится. Небольшая радость для собравшихся поклонников красно-белых. Второй гол Спартаковцев пришел. Играть 8 минут 18 секунд. Пробивать. Пробивать. Штрафной будет Чайковский. И сейчас посмотрим, что игрок Спартака придумает в этом эпизоде. Опять же по свистку. И можно Чайковскому сделать перевод. Котинев до мяча добирается. Дальше переправляет на Раскина. Тот попробовал вперед продвинуть. И здесь уже правила были нарушены Гапоном на игроке Кристалла, который пробьет штрафной. В третьем периоде уже свистков стало поболее. Вадим Гудков, зачем в кубке игра за третье место. Но опять же для церемонии награждения, для вручения медалей, индивидуальных призов, как раз по окончании финала уже, что называется, все сланы будут розданы. Заряжает поворотом. Пархоменко Кристалл и зарабатывает угловой. Команда из Санкт-Петербурга крашет. Перевод под удар. И Жариков уже был близок к хит-трику. Пархоменко. Перевод на Раскина. Дальше Чайковский. Пока, кстати, в третьем периоде счет ничейный. 1-1. В отдельно взятом периоде. Пархоменко на Чайковского. Вот опять же назад отдает галкиперу. И Денис начинает атаку. Неточный перевод от Раскина. Краш в сторону ворот пробивает. Но здесь не очень точное действие. Жариков и угловой. Угловой у Спартака. Время идет. Подавать будет Шкарин. Выбегает седьмой номер Спартака на песок. И играет с Макаровым. Да, Алексей. Мяч только сейчас доходит. Откидывает его назад. Пархоменко. Да, пока. Да и вообще, наверное, сегодня у Спартака все-таки не клеится. И мяч не прилипает к игрокам. Не получается отдавать точные передачи серии. Ну и в итоге, конечно, это сказывается на качестве игры. Ну а у Кристалла и дальние, и ближние передачи вполне неплохо. Проходят. И самое главное, доходят до заключительной стадии. До удара по воротам. И вновь Чешков. Пархоменко с Ашкариным. И вновь Чешков. Перевод на Маурю Синьи. Тут за мяч цепляется в уголке. Обыгрывает Шкарина. Пытается провернуться. Ну в итоге назад. На Краша спокойно. Опять же, Кристалл выходит из любой ситуации. Из-под опеки соперника. Удар от Чешкова. Понятное дело, что особой задачи сейчас, во что бы ни стало, найти голевой момент, его исполнить и реализовать нету команды. Из Санкт-Петербурга. Но наверняка 10-й мяч попробует ворота Спартака организовать. Красно-белые вновь пытаются атаку начать. Раскин неплохо зарядил, но рядом с воротами. 15-й номер команды Спартак. Чешков играет с Ильинским. Получает мяч. Перевод. Но здесь от вратаря в вратарю получилось. Чайковский. Пархоменко. Делает перевод на 15-го номера Спартакам. Дальше Гапон. Развернуться не удалось. Чайковский. Вынужден назад отодвинуться. Опять же, с вратарем обыгрывается. Ну и понятно, что и Спартак уже никуда не спешит, не торопится. Результат игры понятен. Хочется еще хотя бы один мяч у ворота соперника отправить. Чешков. На Маурисине. Вновь вратарь кристалла с мячом. Обыгрывается с бразильцем. Дальше перевод на Бриштеля. Маурисине. Чешков. Шишин. Падение. Гапон. Но падение опять же без внимания судей. Дают играть арбитры. Пархоменко. Перевод на Ошкарина. Что придумает седьмой номер Спартака. Дальше на Котенева. И здесь Бристель. Мяч обработал. В итоге Чешков его забрал. И опять же спокойно кристалл. На перепасе. В ситуации владеет Маурисине. Против него Чайковский. Мяч отбирает Спартак. Но в итоге Котов заряжает выше цели. Желтую карточку получает Шишин. Краш. Назад в ротариум. Чешков перевод направо. Опять же Крашенинников. Ремезов. Жариков. На песке Ремезов. И мяч Жариков выбивает за пределы поля. Небольшая пауза. И нужна медицинская помощь. Сейчас 23 номеру Кристалла. Андрей Горов подмечает, что сегодня у Спартаковцев первое касание хромает. И подработка плохая. Виктория. Китсу Виктория. Интересуется, кто спонсор Кристалла. Написан спонсор на футбок. Как правильно Сергей Гаврилкин подметил. Бухмекерская компания. Анжела Горовская. Спартак все силы отдал вчера в игре с Локом. Действительно так. Физически и эмоционально это была очень сильная игра. Физически и эмоционально это была очень сильная игра. Заряжает Макаров. Пытался Окотов подставить какую-то часть тела под перевод. Не вышло. Пархоменко. Шкарин. И чуть более минуты остается. 9-2. Кристалл обыгрывает Спартак. И впервые в истории матча этих команд Кристалл забивает 9. Впервые в истории матча этих команд разница плюс 7 в пользу Кристалла. Так что команда из Санкт-Петербурга творит историю. И обновляет рекорды. Удар от Чушкова рядом. Пархоменко. Чушков снимает верх. Еще атаку Кристалл проведет в этой встрече. На тене на Чушкова. Последние секунды. Чушков пробьет поворотом. Пробивает. Пархоменко отбивает. И победа Кристалла со счетом 9-2 над Спартаком в полуфинале Кубка России. Кристалл выходит в финал. А кто будет соперником? Кронштадт, Променад или ЦСКА? Узнаем позднее. В 15.30 по Москве эта игра. Так что обязательно смотрите. Ну а пока поблагодарю команды Кристалл и Спартак. Итак, поблагодарю вас за то, что смотрели, поддерживали своих любимцев. Комментировал для вас Дмитрий Лосев. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Комментировал для вас Дмитрий Лосев. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...